Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки для того, чтобы оценить ту ситуацию, которая сложилась за последний день. Вы знаете, что сейчас в целом экономический календарь, конечно же, не блещет событиями. Мы продолжаем следить все равно за тем, что у нас публикуется в рамках дня. Но поскольку мы с вами очень много внимания уделяем рынку нефти, здесь есть, конечно же, серьезные события, которые мы не можем упускать из-за внимания. Это заседание ОПЕК, которое вот уже стартовало, которое будет проходить вот еще два дня, и в среду мы должны с вами услышать фактическое решение. Поэтому, раз уж мы сразу коснулись ОПЕК, я предлагаю, как и всегда, начать наш брифинг с того, что сейчас складывается, наблюдается по динамике именно нефтяного актива. Клосс вчерашнего дня 47.54, сейчас 47.77. Настроение трейдеров в приподнятом находится положение, поскольку вчера, если говорить уже о макроэкономическом фоне и дополнительных слухах, спекуляциях, новостных событиях по поводу заседания ОПЕК, отметились Объединенные Арабские Эмираты, которые сообщили о том, что не хотят поддерживать все предложения и не будут, которые направлены на ограничение добычи. Но вот что касается предложений, предполагающих заморозку, то, может быть, они готовы подписаться под подобным документом, если, конечно же, он будет определен, разработан и, соответственно, поддержан другими представителями, как Ближневосточного картеля, ну и России. В частности, Объединенные Арабские Эмираты считают то, что если документ, все-таки вот именно заморозки производства будет разработан, то его непременно поддержит и российская сторона. Интересное, конечно же, наблюдение с их стороны. Не знаю, что сподвигло их сделать подобного рода заявления, почему они предпочли так вот успокоить рынок. Но мы свекрасно понимаем то, что Объединенные Арабские Эмираты – это только один из представителей организации стран экспортеров нефти. И далеко не определяющий, не лидирующий, не лидер, скажем так. Есть Иран, есть Саудовская Аравия. И каждый раз, когда мы с вами говорим про перспективу потенциальных договоренностей, мы знаем то, что как раз вот эти два региона, они будут сдерживать какие-либо решения, которые могут быть приняты. В частности, если говорить в целом про заседание, то я бы даже отметил, что эта неформальная встреча, которая приурочена, как вы помните, к 15-му международному политическому форуму, она будет больше походить на попытку, чтобы уломать, в прямом смысле, Иран, заморозить производство на тех уровнях, которые были достигнуты ранее. Но параллельно с этим мы понимаем то, что Иран не просто так уже не один десяток раз давал нам понять, да и не нам, всему строительскому сообществу, всем наблюдателям, тем, кто интересуется нефтью, что до тех пор, пока этот регион не достигнет, не доберется до санкционных уровней, которые были показаны на отметке 4 миллиона баров. Никаких подобных договоренностей Иран поддерживать не будет, потому что это, по сути, можно было бы сравнить с собственноручным, сознательным накладыванием на себя санкций, от которых они вот-вот освободились. На текущий момент объемы производства ниже 4 миллионов баррелей. Поэтому на это заседание неформальная встреча. Конечно же, Иран, может быть, и, в принципе, примет участие даже не только в качестве стороннего наблюдателя, но и будет обсуждать подобного рода инициативу, но каких-либо решений не последует. И, плюс ко всему, у нас есть еще и Саудовская Аравия, которая отмечала, что сам формат неформальной встречи – это не то событие, где можно действительно принимать подобные судьбоносные решения. Время идет вперед, один день миновал. Сегодня, по комментариям президента ОПЕК, лишь пройдут конституционные переговоры, также никаких решений нам ждать не стоит. Но, в целом, я рекомендую уже трейдерам, которые все-таки надеялись на какой-то позитив, вот уже начинать пересматривать такой оптимистичный их подход, поскольку вам действительно удалось, я уверен, уже неплохо прокатиться с точки зрения бычей динамики нефти. Но рассчитывать на то, что бренд сможет продолжить рост – это сейчас не совсем правильно. Более того, вот котировки практически на отметке 48 долларов за баррель – это еще один шанс, чтобы очень неплохо зайти в долгосрочные продажные сделки, поскольку, как только минует заседание ОПЕК, мы с вами снова вернемся к регулярной статистике, к сезонным факторам, в частности, в конце осени. У нас традиционная динамика по увеличению запасов в США, можете посмотреть даже по историческим данным. И поскольку рынок весьма чутко реагирует на эту статистику, как по версии ОПЕ, так и по данным Минэнерго США, у нас будет повод с вами использовать и локальные факторы поддержки для нашей мебель-ежи-иди. Поэтому мы с вами по бренду по-прежнему смотрим вниз, ждем как минимум 45 долларов за баррель, следим сейчас за переговорами, за итогами заседания. В среду они будут подведены и, соответственно, мы с вами о них, разумеется, поговорим. Российская валюта 63,75 рубль, так же, как и мы, ждет, конечно же, итогов неформальной встречи в Алжире и нефтедобывающих стран. Сейчас явно в ожидательной позиции локальный укрепительный тренд рубля, который следует за восстановлением нефти. Но, как я уже отметил, потенциал дальнейшего роста актива нефтяного ограничен, собственно, так же, как и ограничен потенциал восстановительной динамики курса рубля против основных валютных конкурентов евро и доллара. Поэтому смотрим на текущие уровни, как возможность, чтобы сыграть на среднесрочное повышение с закреплением с целью выше 66, а то и даже 67 рублей против доллара. Уже практически полностью мы с вами исчерпали факторы поддержки. Налоговый период уже теряет свою актуальность, завершается, как таковой. Мы его уже не рассматриваем. Заседание ОПЕК вот-вот так же будет убрано с повестки обсуждения. Мы не будем уже спекулировать на каких-то позитивных, оптимистичных ожиданиях. Будем смотреть только на статистику. И, как вы помните, буквально чуть больше месяца я назад отмечал, что как только в России минует политическая тема выборы, как только мы с вами переживем заседание ОПЕК, как тут же все вспомнят про те проблемы, которые были характерны для российской экономики, про слабую макроэкономическую статистику. Если посмотреть на релизы из России, ну, единственное, что радует в последнее время, это данные по инфляции. Но этот отчет находится в прямой взаимосвязи от текущего курса национального валютного актива. И этот позитив, он очень быстро может быть сменен совершенно другими, настояническими характерами, идти на минорную ноту. Поскольку, если рубль будет девальвироваться, тут же начнут расти инфляционные ожидания и общие показатели индекса потребительских цен. Поэтому в ближайшее время мы с вами будем снова возвращаться к идеям санкционного противостояния, к идеям слабой статистики, к рецессии, к катастрофическому показателю дефицитности бюджета и, конечно же, к реализационной связи с нефтью. Что должно стать как раз общим базисом для нашей идеи, предполагающей девальвацию рубля против своих валютных конкурентов. Дальше идем. Евро против американца. Сейчас актуальные котировки 1.12.42. Евро начало неделю очень уверенным бычьим ралли, стремительным восстановлением, которое мы видели вчера. Но стремительным в плане безоткатности в рамках торговой сессии. Нельзя сказать, что это какой-то безудержный рост. Нет. На самом деле диапазон хода евро против американца не такой большой. Особенно в контрасте с охотом, который показывают другие валютные пары. Например, доллар канадец, доллар иена, фунт против американца. Евро-доллар вчера достиг локального хай 1.12.78. Сейчас уже практически на 40 пунктов ниже. И что-то подсказывает мне, что пробить вот этот хай и добраться до уровня 1.13 в евро будет очень-очень тяжело. Единственное, что можно заложить в основу все-таки тестирования этого сопротивления, это сохранение укрепительного вектора иен. Поэтому давайте перейдем теперь к причинам, которыми можно вчера было бы обосновать восходящую динамику евро. Это спрос на японскую валюту. Вы помните, вот буквально с конца 2015 года мы с вами взяли за основу объяснение поведения евро, отталкиваясь от динамики иены. И каждый раз, когда мы видим повышенный спрос на японскую валюту, мы говорим о том, что автоматом выпячиваются такие защитные качества и свойства главного валютного риска, как валюта фондирования, которая используется для финансирования операций и трейд. И действительно, этот сейчас подход сохраняется за крайне низких процентных ставок. Каждый раз, когда иена очень неплохо чувствует себя внутри дня, мы обычно наблюдаем, казалось бы, совершенно нелогичное поведение европейской валюты. Но, как я уже отметил, на самом деле ничего нелогичного сейчас в контексте, опять же, того обоснования, которое я дал, нет. Второй фактор поддержки для евро – это локальная статистика, которая была опубликована внутри дня, данные по ИФО – бизнеса оптимизму Германии. Мы с вами настраивались на плохие цифры, и я считаю то, что объективно многие из вас со мной, наверное, согласились, почему нам стоит рассчитывать на слабые цифры. Но рынок, на самом деле, показал нам совершенно другую статистику. По факту индекса мы увидели то, что он вырос с отметки 164 до уровня 109.5. Это не что иное, как максимальные значения с мая 2014 года. Конечно же, очень крайне странно наблюдать такой позитив со стороны немецких бизнесменов, потому что хорошая цифра по ИФО указывает на то, что немецкие промышленники с оптимизмом смотрят в будущее и с таким же оптимизмом верят в благоприятные экономические перспективы, которые маячат впереди. И очень странно было видеть эту статистику, особенно тогда, когда в пятницу мы с вами, анализируя данные по индексам деловой активности сферы русской Германии, получили совершенно противные цифры. Поскольку слабость по тем показателям, которые мы видели, это то, что указало на просадку всего сектора не только до многонедельных, до многомесячных минимум по Германии, а сферы русской Германии уже находятся на грани от затяжной рецессии, спада. И я думаю, что может быть уже по итогам следующего месяца окажется ниже уровня 50. То есть для этих индикаторов вы помните, что это тот рубеж, который отделяет восстановление от спада. Но в любом случае статистика оказала свое положительное влияние на евро. Напоминаю, что особо большую ставку на ИФО делать не стоит, поскольку более объективные данные на ЗИУ, они только впереди. Вот на них мы с вами обратим, может быть, побольше внимания. Из интересных также событий вчерашней торговой сессии можно было отметить пресс-конференцию руководителя Европейского центрального банка Драги. Но Драги сейчас старается не будоражить финансовые площадки. Он весьма скован в комментариях, которые касаются денежно-кредитной политики. По сути, не провоцируют никакие настранические порывы на рынке Форекс, в частности, в динамике евро и на фондов в рынке. Не говорит про программу количественного смягчения. Но вот единственный мягкий комментарий, который мы вчера дождались, о том, что Европейский центральный банк при ухудшении экономической температуры может рассмотреть возможность задействования дополнительных инструментов. Но это уже без того, до такой степени устоявшаяся фраза, которая многих уже начинает нервировать, ну и меня на самом деле, а тоже, что рынки уже к ней привыкли. И каждый раз, когда они слышат подобного заявления, они считают, что как будто бы ничего не было сказано. Потому что эта фраза, она ни к чему не обязывает. Это не Европейский центральный банк и, соответственно, не обязывает нас как трейдеров, потому что мы не видим никакой должной реакции, никакого роста о волатильности, что можно было использовать в трейдинге. Поэтому сейчас рынок, в принципе, по европейскому макроэкономическому фону сохраняет актуальность с точки зрения слабости. Но вот из обновленных данных он, в прямом смысле, без идей. Мы знаем то, что еврозона по-прежнему испытывает серьезные трудности. Мы знаем то, что до сих пор неясны последствия Брельзита. Мы не знаем, когда Европейский центральный банк все-таки решится на более агрессивные экономические стимулы, хотя верим в то, что это произойдет. Поэтому нам остается только следить за сейчас поведением доллара, который в преддверии, опять же, ноябрьских выборов. И все-таки наверняка обязательно повод, который случится до конца 2016 года в повышении процентной ставки, будет оставаться главным активом-движком для всех финансовых секций. Для рынка Форекс, для производных инструментов и для фондов. Поэтому, если вы хотите рискнуть, ну, может быть, стоит сцепиться за некоторые комментарии инвестиционных банк. Вот вчера я читала прогноз в Сфите, который считает то, что евро доберется до отметки 1.14. Но каждый раз, когда они делают такой прогноз, они призывают быть бдительными, потому что на каждом уровне сопротивления, 13, 13 фигура 1.14, этот самый рост может быть быстро развернутся потенциалом значительной коррекции. Я считаю то, что мы так и будем сейчас колебаться в диапазоне 1.1150-1.13 вот в предстоящее время. И если на рынке не объявится никакого стоящего фундамента, пока его не предвидится, этот диапазон хода будет сохранять свою актуальность. Но, как я и говорил вчера, да и, в принципе, давно, для тех трейдеров, которые вот сейчас ищут возможности для долгосрочных сделок, хорош в уровне, чтобы продавать евро. Потому что евро, как пить, да, все-таки будет ниже отметки 1.10. И я надеюсь уже еще до конца 2016 года. Доллар японская иена на 186 у нас сейчас. Актуальные уровни мы видим то, что доллар сегодня на азиатской сессии припоинтом настроения. Доллар готов продолжить дальнейшее движение. То есть дальше, может быть, окажется выше сопротивление 101 иен. На это рассчитываю. Потому что то, что мы в очередной раз отбились от практической поддержки, стоит уже о многом. Напоминаю, что из важных событий вчерашнего дня можно было отметить прямо с самого утра комментарии руководителя Банка Японии Курады, который еще раз напомнил всем участникам рынка, что японский регулятор остается бодительным, внимательным. И при каком-то форс-мажоре на рынке, ну, форс-мажором является тестирование поддержки 100 иен за доллар. Готов вмешиваться в ситуацию, используя различные инструменты, готов снижать волатильность и турбулентность и успокаивать национальных производителей, которые трясутся сейчас за собственную конкурентоспособность, поскольку дорогая иена этому явно просто настоящий буквальный якорь. И каждый раз, когда иена крепчает, мы видим снова, как актуализируются спекуляции и слухи на возможные интервенции со стороны японского регулятора. Но лично я их устал уже ждать, мы настраивались на них еще в начале 2016 года, вот уже завершаем его, и эти валютные интервенции еще ни разу не были проведены. Но чтобы, опять же, не противоречить тому, что я говорил, возможно, даже не стоит обязательно прибегать, поскольку рынку достаточно знать, что они могут быть проведены. Также из-за событий вчерашнего дня стоит отметить еще и комментарии Лейкера, представителя ФРС, который снова оценивает ситуацию на рынке труда США, отметит то, что прогресс сохраняется, есть признаки роста заработных плат, и декабрьское заседание – просто отличное время для хотя бы еще одного повышения ставки до конца 2016 года. Может быть, сейчас рынок как раз продолжает реагировать еще на эти комментарии со стороны уже чиновников ФРС, понимая, что американские дилеты все-таки повосят ставку после ноябрьских выборов. И еще сегодня утром, можно сказать, вышли протоколы последнего заседания Банка Японии. В целом, тезисно, также давайте разберем их. Большинство, точнее, не большинство, все члены Управляющего Совета Японии признали факт роста экономических рисков, спада экономической активности, снижение инфляционных ожиданий. Это объективно так, потому что вы помните, что последние 4 месяца мы видим, как общий показательный потребительский цен снижается, и снова может оказаться даже не на нулевой территории, а двинуть ниже зону дефляции. И пока ничего с этим поделать не удается. Кто-то выступает и ратует за то, что нужно расширять программу количественного смягчения. И я думаю, что японский регулятор понимает это даже лучше, чем мы с вами, что это нужно. Но вот очень трудно избавиться пока от такого клеймо, которое повесили на эти сверхагрессивные стимулы, клеймо, как разбрасывание денег с вертолета. Потому что если сделать что-то не так, либо поспешить с этими действиями, то, собственно, японский регулятор, Банк Японии, не сможет отмыться от обвинений в развязывании вот этих революционных войн и повышении искусственного, повышении конкурентоспособности национальных производителей. Поэтому мы с вами, безусловно, будем следить за японским регулятором, за его действиями. Мы видим то, что он вроде бы как не сидит на месте. Вот таргетирование 10-летних облигаций – это тот же позитивный сигнал. Хоть что-то сделали. И я надеюсь, что этот шаг будет одним из первых и нескольких, которые все-таки создадут условия для последовательного и не такого уж искусственного ослабления японской валюты. Мы снова отбились с вами от отметки 100 йен за доллар. Даже минимальный уровень, конечно же, не достигали мы. Сотки 100, а с небольшим. И снова сейчас двигаемся вверх, пытаемся пробить сопротивление с 101 йен за доллар. И продолжаем следить за фундаментом. В частности, на этой неделе у нас очень много выступлений представителей, в том числе и ФРС. И, по-моему, дважды мы сможем с вами послушать госпожу Елин, которая, может быть, не повторит, опять же, посылы руководителя Европейского центрального банка, а будет более разговорчиво в отношении перспектив национального регулятора. Поэтому мы следим буквально завтра уже выступление Елин. Посмотрим, может быть, дополнительные комментарии с ее стороны смогут стать причиной роста курса американца против японской валюты. Я считаю то, что до тех пор, пока мы с вами не дойдем до отметки 101,50, нам стоит просто одним глазом следить за динамикой валютной пары, но ничего пока не предпринимать. Фунт против доллара сейчас консолидируется рядом с уровнем 1,30. Тестирование поддержки 1,29 пока оказалось неудачным. Но вы помните комментарии от представителей, собственно, британского правительства. В частности, от Бориса Джонсона о том, что инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора дотягивается. Его оказалось достаточно, чтобы охладить интересы с точки зрения затяжных, долгосрочных покупок фунту. И все забыли о том фундаменте, который был довольно неплохим несколько недель назад. И вспомнили про политические риски. То, что пара фунт-доллар может протестировать сейчас эту планку 1,30, ну, конечно же, есть шансы, довольно-таки неплохие. Но чтобы пара забралась выше отметки 1,39, я считаю, точнее, 1,31 вероятность этого крайне низка. Более того, чем ближе мы сейчас будем подбираться к уровню 1,30,50, тем более прекрасная возможность будет создана локально, чтобы снова, может быть, даже еще большим объемом распродавать фунта с расчетом снижения, как минимум, до уровня 1,27,8. Также хотел отметить еще пару USD-свистей, которые на текущий момент по котировке у нас продолжают торговаться на отметке 0,97. Но вчерашний комментарий со стороны Национального банка Швейцария о том, что франк весьма перекуплен, и то, что ставки по депозитам могут продолжать снижаться и дальше, настраивать на позитивный лад тех трейдеров, которые ставят на ослабление франка. И правильно, потому что вслед за уровнем, на котором пара торгуется сейчас 0,97, будет дальше 0,98, выше, а потом уже и паритет. Если вы еще не в длинной сделке, считайте, что вам крайне повезло, потому что с тех пор, как я анонсировал возможность покупки этой пары, это были уровни даже выше, 0,98, у вас есть возможность потенциала дополнительного профита больше, чем 100 пунктов. Поэтому нужно присоединяться к этой сделке. Из других валютных пар. USDCAD вчера, HIGH, 1,3274. Наши цели перевыполнены. Нам было достаточно уровня 1,32. Сейчас идет коллекция, и уже мы снова ниже этого уровня. 1,3176. До тех пор, пока уверен, что пара при локальном восстановлении еще котировок нефти может добраться даже и до уровня 1,31. Но моя рекомендация сейчас вам не торговать, пока канадцам, пока у нас не устоялась ситуация, прежде всего информационного характера, вокруг позиций нефти. Давайте переживем заседание ОПЕК. Вернемся к обсуждению итогов. Посмотрим, как мы действуем дальше по нефти. И уже найдем соответствующие дополнительные точки соприкосновения, чтобы торговать и канадцам. А канадская валюта, большое спасибо. Как я уже отмечал, неоднократно дала нам заработать, давала в ходе последних нескольких кварталов. Низкий ей поклон. Сейчас мы снова с вами добрались до цели 1,32. Пора бы в отношении этой валютной пары взять локальную паузу. Советую воспользоваться этой рекомендацией. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить пару отчетов американского происхождения. В 16.45 активность в сфере услуг маркета. Далее в 17.00 уровень доверия потребителей. Я думаю, что хорошие цифры по этим двум отчетам смогут изменить отчасти риторику, которую мы можем услышать от госпожи Елен уже в среду. Поэтому, если мы сегодня получаем хорошие цифры, мало того, что долго сразу же отреагирует ростом, но у нас будет также определенный дополнительный такой предпосылочный фактор. Надеяться на то, что укрепительная динамика пары USD-YEN продлится до конца этой недели и позволит нам преодолеть уровень нашего ближайшего отправного момента по трейдингу 101.50 и, может быть, даже добраться до оцели 103 иены за один американский доллар. Это, что касается основных событий, также регулярная статистика по нефти по запасам, а пивчастная оценка не такая влиятельная на котировки нефти, как Миниэнерго США, но, как я также отмечал, наверное, сейчас эту статистику будут в большей степени даже игнорировать, хотя я могу ошибаться. Но все-таки сейчас больше внимания именно к итогам ОПЕКа и к тому, что там будет обсуждаться. Поэтому эти отчеты будут под менее присланы вниманием, чем, скажем, в ходе прошлых недель. Кодовое слово на сегодня. Миссия, величина бонуса 15%. Напоминаю, что этот бонус на пополнение действует до следующего брифинга. Но вот следующий брифинг у нас состоится только в понедельник, потому что я вынужден снова отлучиться на некоторое время, поскольку, если кто-то знает, может быть, следит за новостями нашей компании, буквально завтра у нас состоится трейдерский семинар в Новосибирске, а в четверг подобный же семинар состоится в Красноярске. Если у вас есть возможность присутствовать на них, с огромным удовольствием буду вас наблюдать, лично познакомлюсь, и вы можете задать интересующий у вас вопрос прямо там. Рад за то, что мы продолжаем решать географию нашего присутствия, соответственно, обрастать все большим количеством единомышленников, формировать собственный такой клиентский круг трейдеров, тех инвесторов, которые следят, так же, как и я, за фундаментальным фоном. Очень рад, что вы делитесь также и техническими наблюдениями, которые зачастую даже противоречат фундаменту. Но вот эта полярность мнения, она только позволяет формировать общую, единую позицию, повышающую результаты наших инвестиционных сделок. Поэтому на этой ноте я снова хочу напомнить вам про то, что я всегда жду обратной связи от вас. Рад любым комментариям, любым вопросам. Вы их можете задавать на нашем форуме Амакетса в аналитическом разделе. Но самый лучший все-таки канал коммуникации – это наш канал на YouTube. Каждый день мы выкладываем там обновленный видеоконтент. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире, соответственно, на записи через перископ, тогда есть возможность посмотреть уже брифинги, которые доступны в режиме оффлайн, ну, уже примерно с 11.00 по московскому времени. Поэтому любой вопрос, комментарий прямо оставляйте там под видео окном. Ну и, конечно же, не забывайте ставить ваши лайки. На этой ноте, собственно, хочу завершить брифинг. Напоминаю, что в следующий раз мы с вами снова увидимся в понедельник. Ну, в понедельник у нас будет две встречи. Это брифинг с утра и наш классический вебинар «Правильный понедельник». Поэтому обещаю вам все те события, которые случатся сегодня, в среду, в четверг и в пятницу, я их подробно разберу и суть, и наиболее интересное наблюдение по ним, собственно, отчитаюсь уже в понедельник. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok